Всем привет, с вами Клеопатра. А перед началом этого видео советую вам клан первого левла Севастополь. Клан начинающий, развивающийся, однако же ребята активно ищут в себе друзей, которые будут помогать им не только катать на КВ, но еще и играть в играх клана. Глава это опытная ТХ-9, которая поможет вам не только войсками, но и советом. Прием в клан открыт начиная с седьмого домика, и если у вас еще нет постоянного места жительства в Clash of Clans, и вы хотите играть в игры клана, то собственно добро пожаловать, и хэштег клана конечно же оставлю в описании. Ну, раз я заговорила про игры кланов или клановые игры, кому как больше нравится, то давайте разбираться, как же их нужно выполнять грамотно, правильно, быстро и с максимальной эффективностью. Для начала давайте посмотрим, что это вообще такое и как это выглядит. В моем профиле, в моем клане это выглядит таким образом, задания могут быть разные. Кроме того, в этом видео сейчас вот прям наглядно видно, что у нас появились новые задания, потому что старые уже частично были выполнены. Что же нам с вами предстоит делать? Нам необходимо выполнять какие-то короткие миссии не только на основной деревне, но еще и на ночной. Как правило, это касается атак определенным типом войск, сноса определенных строений, либо же выполнения каких-то заданий а-ля пожертвовать зелье в клан-касл, пожертвовать войска и так далее. Задания именно вот такого типа, они конечно очень разные, потому что юнитов в Clash много, строений разных много, но в принципе у них один и тот же. Если мы нажмем внизу на информацию, то увидим все то, что было доступно и ранее. А вот если мы с вами нажмем на вкладочку клан, то увидим здесь список игроков вашего клана, которые выполняют собственно эти самые квесты. Около каждого имени находятся часики, но у некоторых, например, у меня их нет. Что же это значит? Часы обозначают, что человек выполняет какое-то задание, то есть он уже взял на выполнение какое-то задание. Ну, к примеру, вот первый номер, грим, сейчас занимается разрушением мортир. А если мы нажмем на Саню, то Саня решил пойти на деревню строителя и занимается там с подрывниками. А вот если мы нажмем на вкладочку награды, то здесь собственно и написано, для чего это все вообще делается. Все эти квесты имеют 4 стадии. Первая, вторая, третья и четвертая, и как вы понимаете, четвертая, конечно, самая сложная. Если мы сейчас посмотрим на то, что дают на каждой стадии, то увидим, что на первой, второй, третий нам будут давать по 2 штуки одного типа зелья. Или же можно будет выбрать что-то другое. В качестве выбора здесь в основном ресурсы золото, элик, дарк, либо же гемы. Ну, вы сами понимаете, глядя на эти цифры, что брать, например, золото или дарк, это как-то, ну, совсем невыгодно. В данном случае, по-моему, лучше ждать тогда гемы. После выполнения каждого задания вы получаете медальки, и все это дело складывается в общую казну всего клана. По достижению 10 тысяч медалек вы получаете четвертую стадию, и, соответственно, можете выбирать подарки оттуда. И глядя на такие подарки, становится понятно, в чем подвох тех самых книг, о которых я говорила в прошлом обзоре. Все дело в том, что эти книги, которые действительно будут моментально заканчивать какое-либо улучшение в вашей деревне, будь то строение или герой, или что-то еще, они будут попадаться очень и очень редко. И они, конечно же, будут 100% только на четвертой стадии клана. Это своего рода аналог легендарной карты в Clash Royale, если можно так сказать, которая выпадает весьма редко, ну, тут, конечно, кто-то со мной поспорит, кто-то нет, но, тем не менее, все равно эта карта выпадает определенно реже, чем все остальные. Соответственно, так же будет и с книгами. И, к примеру, книга всего будет, наверное, просто легендарка легендарки, и выпадать она будет реально очень редко, и дай бог, чтобы на каждом профиле, ну, хотя бы один раз она выпала. Если же переходить к праздничным фишечкам этого нового года, то, как обычно, у нас доступен буст всех добывалок за один гем. Это очень хорошая тема, меня она каждый год радует, и сейчас можно забустить все золотые шахты, все сборщики эликсира, все скважины за один гем. В итоге, если, например, в это ходить, у вас-то получается 7 плюс 7 плюс 2, то есть, соответственно, 16 гемов всего лишь. Обычно это стоит в разы дороже, и, мне кажется, вот сейчас нужно по максимуму использовать свои добывалки, чтобы забрать как можно больше ресурсов. Ну, а теперь давайте посмотрим на деле, как это все работает. Выберем какое-нибудь простое испытание, ну, к примеру, саботаж на фабрике темных заклинаний, в котором мне необходимо уничтожить две фабрики темных заклинаний. Вот сейчас у меня как раз появились часики около моего ника, и дальше мы двигаем в глобал. У меня сварен довольно необычный сет, но нам здесь не нужно сносить кого-то на 3 звезды. Самое главное, это, конечно же, забрать фабрику темных заклинаний. Вообще, по идее, на самом деле, выполняя вот такие квесты, даже не обязательно сносить полностью базу. То есть вы можете пойти буквально с одной лучницей, при учете, что вам не важны кубки. Соответственно, если кубки вам не нужны, и вы хотите просто побыстрее заполнить всю вот эту казну, да, которая есть у вас в клане, и получить, собственно, подарки, то вы можете смотреть, какие есть задания, и, невзирая на кубки, их выполнять. Ну что ж, я нашла вот такую базу, это база ТХ 9.5, но, в принципе, инферно нету, хотя про инферно, наверное, вообще не стоит сейчас упоминать, потому что десяточки и одиннадцатый ТХ будут очень грустить, учитывая фикс инферно, о котором я рассказывала в прошлом видео. Но я думаю, что на такую базу как раз и можно попробовать. Ну что ж, запускаю четырех големов, армия нестандартная, но, мне кажется, тем она будет интереснее. Бомберы у меня открывают забор, бросают жамп. Обратите внимание, что изделий-ка у меня только четыре джампа, у меня больше ничего нету. И далее мы уже высаживаем наших боулеров из ХК. В кланкастле сидел дракон, забрасываем его ядами, и маги еще немножечко помогают все это дело добить. Дальше вся армия потихонечку переходит в центр, по ходу дела направляем ее, подкидываем второй джамп, и вот мы видим, что уже практически добрались к ТХ. Далее у нас остается еще два джампа, как вы догадываетесь, чтобы выйти из центра, и чтобы перейти в самый левый сектор. Ну, собственно, вот и все. Получилось, что мы забрали не только фабрику, которая нужна для этого испытания, но еще и забрали себе трешечку, кубки, ну и ресурсы, если кому нужны, но я уже полностью фул. Выйдя из глобала, сразу появляется надпись «Ход испытания», один из двух, и если мы нажмем, то увидим, что да, у нас засчиталось одно испытание, и теперь необходимо провести вторую атаку. Всю вторую атаку мы смотреть не будем, это не самое интересное, а вот выйдя из нее, мы увидим, что ход испытания у нас уже два из двух. Ну, а теперь нажимая на фабрику, мы видим, что да, опыт действительно сохранился, перешел в полосочку моего клана, и если мы полистаем и найдем в этом списке меня, то у меня опыт увеличился, дали плюс 40 медалек. Ну, а теперь несколько правил, которые помогут вам закончить все эти испытания вовремя, потому что время всего лишь два дня, собственно, как и длина обычной клановой войны, и не подвести свой клан, так еще и накопить на четвертую стадию призов. Для этого, во-первых, вам необходимо дружно выполнять все испытания. Не так, что один человек все делает, а все остальные сидят и не делают ничего. Постарайтесь заинтересовать своих соклановцев, расскажите им о том, что дают эти испытания и что они в итоге получат. Да и в конце концов, для развивающихся кланов, почему бы не раздавать повышения, если человек активно занимается набитием вот этого большого кланового сундука, скажем так, с медалями, чтобы получить себе какие-то бонусы. Еще одно немаловажное правило, будьте уверены в том, что вы точно выполните это испытание, потому что в то время, когда вы его берете себе, другой человек не может его открыть. Соответственно, время идет, чатики тикают, вы не справляетесь, и в итоге ни себе получается, ни людям. Поэтому не берите заранее заведомо сложные испытания, в которых вы не уверены. Берите то, что вам легко. Также нужно стараться рассчитывать силы своего клана в целом. Ну, к примеру, если ТХ-11 заберет испытания со сносом золотохранилища, а для ТХ-8 оставит испытания со сносами инферно и орла, то сами понимаете, что ничего хорошего из этого не получится. Лучше, конечно, делать наоборот, поэтому просматривайте все испытания, особенно это касается высших тоунхолов перед тем, как их взять. Оставьте что попроще для маленьких, для ТХ-8 и ниже, а то, что посложнее, заберите себе, потому что кроме вас это никто не сделает. Также обязательно рассчитывайте свое время. Около каждого испытания написано время, в течение которого его нужно сделать. Если вам в ближайшее время нужно куда-то уйти, или вы точно не уверены, будет ли у вас интернет, не стоит брать это испытание, потому что таким образом вы бронируете его себе, и никто не может уже его взять. В итоге вы его не сделаете, и клан снова останется без медалек. Ну и, пожалуй, самое главное, что нужно понять в этих испытаниях, что вы работаете целой командой. Не важно, кто будет на первой строке, у кого будет больше этих медалек, а у кого меньше. Самое главное, это общий счет клана. Поэтому не стоит бежать, сломя голову, и сразу загребать себе все испытания, в надежде, чтобы ваш соклан не забрал их себе. Так делать не стоит. Договоритесь, поговорите кому что проще, обсудите. Выберите то, что вас со всех устраивает, чтобы это было эффективно, и чтобы каждый смог это закончить. Тут самое важное понять, что вы играете не на себя, вы играете на команду. В этом как раз таки и заключается суть этих испытаний. Я надеюсь, что эти советы помогут вам как можно быстрее выполнить испытания, достигнуть четвертой стадии и получить крутые призы. И, кстати, о призах. Их нельзя использовать до того момента, пока не закончатся игры кланов. Поэтому даже если сейчас вы молодцы и набили уже четвертую стадию, то, к сожалению, вам придется все равно подождать, пока игры кланов закончатся. Всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, как вам клановые игры. Всем хороших войн. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok